Друзья мои, привет! Смотрите, какая я молодец! Всего за один день я успела купить себе новую помаду, потом туфли меня звали к себе, и потом, естественно, новую спортивную одежду. Короче, отличный день, но... Есть одна малюсенькая проблема. У на Джули закончились деньги. Это у меня бывает довольно часто, потому что я такой человек, который бац! Все есть, надо жить, или все нет, и тоже надо жить. Нет денег, но есть квартира подруги, где есть замечательная кухня, я вам сейчас скоро ее покажу, и, надеюсь, тоже есть какие-нибудь простые ингредиенты, которые я могу использовать, чтобы себе приготовить что-нибудь вкусное. И я надеюсь, что у меня будет получаться итальянский рецепт, который я буду делить с вами. Ну и вот. Что она же мне нужна? Паста! Паста! Что бывает более итальянского, чем это? Ничего! А что бывает лучше тоже для женщины, которые на это обидят? Ничего! Паста! Нутелла, да, это итальянская, но это не совсем то, что я могу научить вас рецепт чоколад. Да, да, сметана, это не наша. Какой-нибудь сыр фетакса, нет, 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 оливки, капуста, точно нет! Миндальное молоко, да, видно, что эта девушка мама ест. Это не моя кухня. А что возрасте есть? У-у-у-у! Петрушка! Да, это хороший discovery. Что еще? Ну, а это, что-то еще. Укроп, что-то не совсем такая сидела. Чеснок! Если у меня тут есть петрушка, паста и чеснок, что нужно будет? Нужно будет масло и... гениальная идея! Я хочу готовить спагетти альо, ольо, пепперончино. Это значит, альо это чеснок, ольо это масло, пепперончино это острый перец. Надо его искать. Так, тут у нас лежат приправы. Теперь к делу. Кирсиди, нет, это отличная вещь, но она не пригодится. Масло хорошее. Это у нас есть еще. Нет, я больше доверяю моему итальянскому маску. Кашу убирали. У-у! Вот оно! Крупный сол для пасты. Это очень важно. Так, ищем острый перец. Un momento! Хочу отметить, что в идеале мы бы использовали свежий острый перец, а не сухой. Потому что в сухом виде он сохраняет остроту, но он теряет все свои витамины. Особенно витамина С, которая является антиоксидантом и поэтому очень хорошая для нашего иммунитета. И плюс свежий острый перец, он гораздо красивее. И это немало. Ну ладно, сухой нашла, сухой и использую. Как будто Бог хотел мне помочь, я смогла вытащить из пустого холодильника и из пустой кухни ингредиенты для замечательного итальянского блюда. Патта, фетучини. Они такие более широкие, чем спагетти, как вы видите, и плоские. У нас есть острый перец, у нас есть петрушка, и у нас есть чеснок, и итальянское масло оливковое, и морская соль большая, чтобы мы сварили эту пасту. А что из этих ингредиентов мы сочиняем? Мы сочиняем паста, альо, ольо и пепперончино. Это очень вкусное блюдо. Первое, что надо делать, это почистить чеснок, отрезать его наполовину и вытащить с него душу. То, что на итальянском называем аниме. Это не шутка, это потому что душа чеснока, это та, которая дала ему плохую репутацию, что от него будет пахнуть плохо во рту. Так что вытащите ее прямо с ножом и отрежьте. Потом вы продолжаете и отрежете петрушку. Кстати, ее сочетание с чесноком тоже поможет переваривать чеснока. И в конце концов, вот, добавляйте красный острый перец. Итак, литр воды в этой хорошей кастрюле. Смотрите, она мне нравится, она удобная, потому что, вот видите, там написано на разные уровни. Вот, поэтому один литр... Значит так, один литр это на один человек. И все. Теперь огонь. Сразу самый большой. Моя вода начинала чуть-чуть кипеть, да? Это отличный момент, когда можем добавить соль. Почему мы используем большую соль? Ну, это просто потому, что по традиции он всегда был дешевле, и легче с ним определит количество, которое нам нужно на каждый человек. Хорошая морская соль. Вот это приблизительно количество, которым мне нужно на опасно на один человек. И... Хватил. С собой я не... ЖАДНЫЦЕЙ. Раз, два, три и четыре. Теперь готовим соус. Вот здесь вот. В хорошей, красивой дамской кастрюле. Самое главное для этого соуса, это чтобы ничего здесь не сгорело. Значит, что мы здесь наливаем масло. Не надо быть жадными. Ну, и может быть, я была слишком щедрая. Ну, и ладно. И... Огонь надо, чтобы был маленький. Нужен нам маленький огонь. Значит, я его ставлю на четыре. Вот. И туда сейчас добавим чеснок. Я его таким образом отрезала, чтобы потом было легче его вытащить. Если что, добавляю половинку моей петрушки. И еще вот эти. Потому что они дадут аромат. Как хорошо. Вот этот звук, который каждый человек, который любит еду, вот прям умеет, должны обожать. Вот. Он должен быть слегка золотистым. Но ни в коем случае не нужно, чтобы это все сгорело. И как раз я уже готова добавить туда мой винаш. Перец. Вот оно. Осталось две минутки до того, как мы сюда будем уже кинуть пасту. Пусть это все продолжает готовить наш потрясающий соус. Очень-очень важно, чтобы вы правильно солили эту воду. Потому что эта вода, это тоже основная часть нашего соуса. То есть из нее идет вкус соли. То есть надо, чтобы вкусно солили пасту, потому что мы туда больше не добавим никакой соль. Но отсюда будем взять воду. Втаскиваем нашу пасту. Она уже сварилась 5 минут. Остальные 5 она будет вариться вот здесь. Вот так вот мы ее берем. Кидаем сюда. Какой звук, да? Ну, это звук радости. Это звук успеха. Это звук Италии. Ну, я знаю, это да. Пультичная... Пультичная женщина. Вот. Фантастика. А сюда теперь добавим воду, который мы солили. Немножечко. Прямо вот немножечко. Она здесь солит, мне кажется, что это больше, чем достаточно. Ой, какой запах идет! Какой запах! Вот видите? Мы сделаем огонь чуть-чуть поярче, чтобы все было вместе. Масло и вода, и разные вкусы. Момент радости. Я ее кладу себе в тарелку. Очень сложно, между прочим, сниматься, готовить. И чтобы стараться, чтобы это для вас было красиво. Но я хочу обещать одно. Я буду у чиква. Смотрите. Теперь самое главное. Вот она, соус. И добавим остальное петрушко. О, да! А теперь я буду ее кушать с вами. Конечно, это интересно, да? Вот так вот. Сосельский стик у меня обед. Обед собой с сольфим стиком. Блин! Я вот прямо с нетерпением жду, чтобы поесть это вкусное блюдо. Желайте мне приятного аппетита! Это так просто, но в нем идет столько много вкуса. Петрушка, понимаете, петрушка, хорошее масло, хороший чеснок, фантазия, любовь к еде и к традиции. Вот я прямо с сольфим стиком. Вот я прямо с шашлы. Надеюсь, вам тоже понравится. У меня уже не могут быть такие продукты дома. У всех. А кто не может сварить пасту? Все могут! Кто не может смотреть мое видео? Все могут! Так что давайте, давайте готовим вместе итальянскую кухню. Буан аппетит! Все, пока! Ну вот, я все съела, но хочу сказать вам одно. А. Я еще очень голодная. Б. Надо было готовить больше. Три! Я нашла семечки, так что я буду их кушать сейчас. Четыре. Не забудьте, что если у вас нету этой пасты, вы можете использовать любой другой сорт. Даже российская. Я имею в виду макароны любые. Так что, да, давайте попробуйте этот рецепт. И потом я буду благодарна, если вы даете мне знать, что вы думали и как у вас получилось. Чао!